Большое спасибо группе Шеви Нива за ваши отзывы, за ваши комментарии и за вашу поддержку. Вы получите скидку 10%. Думан, что ты меня грузишь, ты заебал. Выходит с двоей, я не помню ничего. Привет всем, вы на моем канале, а я как всегда в гараже. В общем, сейчас многие видосы, которые я хотел выпустить, не выходят так часто, как я бы хотел, потому что у нас как минимум глобальный ремонт, но еще очень похолодал на улице, и поэтому мы очень сильно заморочились с отоплением. А про отопление я вам сейчас немножечко расскажу. Ребят, котел у нас, конечно же, на отработке. Сама отработка будет находиться в бочке в яме, соответственно, мы здесь продуплили отверстие, чтобы вывести масло сюда, подавалось, будет она подаваться вот сюда. Вот здесь вот будет чаша, на которой будет подаваться масло, соответственно, здесь насверливаем отверстие. Ну, а сверху будет стоять улитка, он правильно называется канальный вентилятор. Отопление, конечно же, будет отдельный видос, где мы все будем рассказывать, как мы развели трубы, в общем, как мы это все собрали, этот котел, и как у нас тепло или холодно, я вам все расскажу. А сейчас мы поедем к пацанам в сервис и посмотрим, что у них там происходит. Правда мне Володенька сказал, что у нас записывать ничего не получится, потому что там народу много, голдеж большая. Но мы все равно туда едем и посмотрим, чем они занимаются. Погнали! Потом нарежешь что-нибудь. Колбасу на бутерброд, блин. Короче, сейчас приедет А6, на нее надо поставить колечки под 20-е динамики переходные. Это мы делаем, ну вот видишь, тут голдеж, пиздеж, матом же ругаться нельзя. Это короба, в черном варианте они как бы еще не сделаны вообще. Просто сам каркас, все. Это полка для Нивы, это шильдики. Шильдики сейчас покажешь, полку сейчас переверну. А, кстати, полку как доработали, смотри. У всех тут эти вот, ну, блядь, у нас не осталось их, да? Штучки-дрычки эти. О! Штатно вот эти вот полку держат, вот эти вот хрени. Ну, как-то они вот так, по-моему, втыкаются. Ну и, короче, сделали что? Взяли шпильку, восьмерку. А, по-моему, коротенькую у нас. Ну, короче, шпильки сюда вогнали тупо и все. Стяжка, ну, надо хоть держаться будет. Илюш, блядь, не умничай, такой ты, блядь, пиздец. Тут, конечно, полный, блядь, мы со стороны не будем снимать. Тут какая-то жесть, блядь. Это все временно. Просто у челы, блядь, нет с собой грилей. В кармане не завалялся, сука, елтой. Тимон, что ты меня грузишь, ты заебал. Володин с двоей не помнащилась. Короче, гриле будут стоять другие, это временные, блядь. Надо же что-то сюда поставить. И динамики надо да вкрутить, они тут лежат. Была балова, теперь будет патриот Нео. И все это будет по каналу от 680. Вот видишь, Димон, видишь? Это у нас что? Это у нас будут шильдики вот такие. Ебала не прижилась. Ну, они под лаком, наклейки фиги 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 фиги. Эти шильдики будут у нас для чемоданов. Где чемоданы? Вот. Здесь будет выфрезеровываться дупло. И вот это дупло. Ну, карпетом затянуть вот это. Еще тут прикидываем какую-то накладку сделать в такой форме. Вот. Эти короба под 12-е сабы. Якобы типа универсальные. Ну, что такое универсальный короб? Это на самом деле так себе перспектива. Потому что для каждой машины, для каждого саба. Вот вообще для всего короб должен быть свой, соответственно. Короче, Диман, так вот как-то. Диман, так вот как-то. Вот такие короба мы производим. Вот так они запечатаны. Но все, как обычно, встреч. Просто распечатать его. Твою ножичку возьму. Это по 12-й саб. Так я его запечатал хорошо. Относительно. Эти по магазинам у нас расходят. Часовываю инструкцию. Все данные по этому коробу. Объем, настройка. Одна пара. Если что, уже коммутироваться будет на самом динамике. Короб на щели. Здесь тоже накладочка. 16-мдф. Не для супермощных моторов. Это, грубо говоря, до 1,2 кВт РМС. Собственно говоря, все, что заглушечки. Все фигня. Ребят, в общем, вот такие короба, ребята, производят. Они есть разной модификации, разного объема, разного литража. Соответственно, вот этот короб стоит 3 500. Но если вы перейдете по ссылочке, по описании или скажете по телефону кодовое слово KST, вы получите скидку 10%. Так что, ребят, подписывайся, ставь лайки и дизлайки нам, без разницы. Ребят, хочу сказать большое спасибо группе Шеви Нила за ваши отзывы, за ваши комментарии и за вашу поддержку. И сейчас я расскажу, как мы решили проблему с нашими переключателями поворота. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ребят, вкратце. Со старой уже поменял и пружинку, думаю, помощнее будет работать. В общем, все равно проскальзывает и не знал, в чем причина. Сейчас попробовал на вот эту лапку натянуть термоусадку. Может быть, так спасет это дело. Сейчас устанавливаем и смотрим, что у нас получилось. Выключился сразу. Вот это вот нормальная работа. Сейчас еще раз, чтобы видно было. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok